Всем добрый день, спасибо, что пришли в эту снежную погоду, спасибо, что досидели до конца. Я постараюсь ускорее, побыстрее меня попросили, и заодно постараюсь немножко поживее, повеселее, чтобы как-то оставить у вас под конец мероприятия хорошее впечатление. Итак, как вы уже сказали, меня зовут Хатя Стекунова, я маркетолог API Яндекс.Карт. Кто-нибудь знает, что такое API? Так, отлично. Те, кто знают хорошо, те, кто не знают, вообще API это интерфейс программирования приложений. Но я сегодня не буду говорить ни о каких технических подробностях, я расскажу, как наш сервис может помочь решать некоторые задачи вашего сайта, и заодно расскажу, как нашим сервисом могут пользоваться те, кто не знают и не нужно вам знать, что такое API. И начнем мы с самого простого, ну и сразу, да, я расскажу, что мой рассказ целиком будет состоять из реальных кейсов. Все, что мы будем делать, это мы будем смотреть скриншоты реально существующих сайтов. Итак, и начнем мы с самого простого, на карте можно показать вашу организацию. Вот это пример того, как сейчас до сих пор на многих сайтах выглядит карта, вот схема проезда к организации. Вот тут коллеги, специалисты по юзабилити рассказывали уже, как важно, чтобы пользователи могли сразу быстро найти нужную информацию без лишних кликов, без лишних движений. Вот, эта картинка, это знаете, как в известном анекдоте, к черту подробности, в каком я городе. Какой это город? Улица Арджентийца есть, по-моему, в каждом городе нашей страны. О чем вообще речь? Непонятно. Что нужно сделать с пользователю, чтобы вообще сориентироваться, чтобы понять, ладно, черт с ним, с городом, все-таки он ищет сайт в каком-то определенном месте. Как ему сюда добраться? Где он находится? Далеко он от этого места или близко? Что делает пользователь? Он копирует адрес, дай бог, чтобы его можно было скопировать, и идет, например, в Яндекс-карты, в Гугл-карты, в Гугл-виз, неважно, куда ему удобно. Все, пользователь с вашего сайта ушел. Да, он помнит, что ему там нужно что-то доделать, но он зашел куда-то, увидел где-то рекламу, вспомнил про почту, про фейсбук, про контактик, он может уйти. Зачем? Зачем нужно ему давать вот этот шанс уйти с вашего сайта? Ведь гораздо проще сразу у себя на сайте поставить интерактивную карту, которая пользователю приятно, привычно и, в принципе, удобно. Такую карту можно призумить, отзумить, то есть изменить масштаб, как-то ее подвигать и понять, где вообще ваш потенциальный клиент находится относительно вашего места. Относительно местоположения вашей организации. И никуда не нужно уходить с сайта. Сразу закроем вопрос с мобильными устройствами. Наши карты, которые мы даем другим людям добавлять к себе на сайты, абсолютно работают на мобильных устройствах. То есть какой-то специальной мобильной версии делать не нужно. И поехали дальше. Помимо, собственно, просто схемы, официальной схемы, у нас есть еще такая штука, которая называется народная карта. Зачем она нужна? Два основных кейса использования. Первый. Если города, в котором размещена ваша компания, или филиал вашей компании, еще нет пока на официальной схеме. Да, такое бывает. Не все города есть на Яндекс.Картах. И второй вариант. Когда вам нужно показать пользователям чуть больше. Вот, например, на народной карте, помимо дорог, номеров домов, и самих домов, есть еще объекты инфраструктуры вокруг. Вот это, например, больница Московская. Но она использует народную карту, потому что на ней сразу видно, что есть вокруг. Когда это может пригодиться? Например, у вас, вы занимаетесь недвижимостью. Что может очень часто понадобиться вашим клиентам? Банн, чтобы снять деньги, нотариус, чтобы оформить документы, и так далее, и тому подобное. То есть вы можете сразу у себя на сайте в разделе контакты дать пользователю чуть-чуть больше, чем в стандартной ситуации. То есть рассказать о районе, помочь ему запланировать как-то свое время. И почему я говорила про то, что народную карту можно использовать там, где нет официальной схемы? Народную карту можно нарисовать даже самостоятельно, потому что она рисуется пользователями Яндекса по спутникам и снимкам. По спутниковым снимкам. Спутниковые снимки тоже можно использовать у себя на сайтах. Например, это актуально, когда ваша организация расположена в каком-то здании необычной формы. В принципе, это более, конечно, актуально для каких-то кафе, отелей, особенно загородных отелей, чтобы сразу показать территорию. Но бывают ситуации, когда спутники используются и просто какими-то организациями, и даже бывает, что спутники используются совершенно не для ориентирования. Я покажу чуть дальше. Чем еще хороша карта? Опять же, спасибо огромное коллегам-юзабилистам, которые до этого выступали, которые уже рассказали, как это плохо, когда пользователь долго скроллит страницу. Если у вас не одна организация, если у вас сеть филиалов, сеть отделений и так далее, вот давайте себе представим, я даже не знаю, сколько здесь меток, я думаю, порядка 50. Давайте представим себе список из 50 пунктов с различными адресами. Да, в Москве мы можем сориентироваться по метро. Где-то в районе метро Новослободское, и мы уже смотрим по метро. А если в городе метро нет? И для пользователя, находящегося на улице Ленина, дом 1, улица Ленина, дом 80, будет гораздо дальше, чем, например, какой-нибудь соседний Тургеневский переулок. Так вот, ему нужно просмотреть этот список, сопоставить его в голове с некой внутренней картой, внутренним навигатором, и как-то понять, куда ему ближе добраться. При этом на карте это можно показать, во-первых, в один экран, а во-вторых, мыслительный процесс пользователя сокращен просто до минимума. Он сразу понимает, где он, где на работу, где сработает. Опять же, останавливаемся чуть-чуть еще на этом примере. Давайте дополним вот этот список адресов какой-то дополнительной информацией. Например, информацией о том, какие отделения работают в выходные, какие не работают. Какие отделения обслуживают только юридических лиц, какие только физических. Ну, градации могут быть абсолютно разные. Так вот, опять же, используя метки разных цветов, на этой же самой карте вы сразу показываете все наглядно и понятно. Главная задача, которую мы решаем, быстрота, ориентирование и наглядность. Какие еще возможности предоставляет наш сервис, и как, собственно говоря, это можно использовать на ваших сайтах? Маршрутизация. Автоматическое построение маршрутов. Зачем оно может понадобиться? Вот один вариант использования. Это гостиница «Космос». Они подумали немножко за своих потенциальных посетителей, выбрали четыре самых популярных маршрута, которые могут понадобиться посетителям из аэропорта в аэропорт и в центр. И вот здесь их вынесли. При клике на ссылку «Посмотреть маршрут» пользователю открывается вот такое дополнительное окошечко с построенным маршрутом, в данном случае от центра города до гостиницы «Космос». Ну, они используют так. Окей, это их право, это их сайт. Какие еще есть варианты? Вот здесь, если вы приглядитесь, за этой плашкой тоже построен, автоматически построен маршрут. Что сделали владельцы этого сайта? Они не просто строят маршрут, считают время, пути для пользователя, но и сопоставляют это время со временем работы их магазина. Что получает пользователь? Он получает маршрутный лист, ему уже никуда не нужно идти. Он получает сам маршрут, и он сразу видит, успевает он сегодня доехать до магазина или нет. То есть он в магазин еще даже не приехал, а о нем уже, во-первых, позаботились, во-вторых, это некий интерактив, игровой момент, да, вот, о, супер, мне посчитали, что обо мне позаботились, обо мне подумали, и приятно, одним словом. Ну и, собственно говоря, самые частые, опять же, для чего какие-то сайты используют маршрутизатор, это сайты такси и грузоперевозок, то есть они сразу предоставляют пользователям возможность посчитать тот километраж, который будет нужным для того, чтобы проехать из точку А в точку Б. Но, а мой любимый пример использования маршрутизации, это интернет-магазины и расчет стоимости доставки. Ведь если мы можем посчитать расстояние в километрах, мы можем это расстояние в километрах умножить на стоимость доставки за километр и выдать человеку сразу стоимость этой доставки, в эти километрах. Это, опять же, карта с реального сайта, которая занимается продажей дров. Ну и переходим быстро к следующему этапу. Продолжаем говорить о том, как можно рассказать об условиях доставки, если у нас интернет-магазин. Помимо построения маршрутов и расчета по кинодражу, можно просто разделить город на зоны и не описывать эти зоны текстом, чтобы, опять же, пользователь читал и пытался понять, входят там 3 километра откуда-нибудь его дом или не входят. Зачем? Поделили город на зоны, показали стоимость доставки в каждую зону. Ну или другой вариант, вот как здесь показали минимальный заказ в каждую зону. Или другой вариант, тоже пиццерия. У них вообще, у них доставка осуществляется в неком радиусе вокруг ресторанов. Не нужно высчитывать, нужно просто приблизить карту, найти свой дом. И, опять же, да, тоже, о чем уже говорили изубилисты, не надо никуда далеко уводить пользователей. Он нашел подходящий ресторан, и тут же у него кнопка «заказать» прямо на полуна. Потому что в полуна вы можете добавить абсолютно любую информацию. Ссылки, картинки, даже видео. Без проблем. Ну и еще один вариант, который хорошо подходит операторам сайтов, интернет-провайдерам или любым фирмам, предоставляющим услуги. Да, мы показываем зону покрытия по городу. Связи, сети, там, возможно, выездов наших специалистов или еще кого-то. Ну и теперь я покажу несколько вау-примеров, которые более сложные, не всегда нужные, но зато, возможно, они кого-то на что-то вдохновят. Во-первых, с помощью нашего сервиса можно показывать свои собственные карты, свою собственную подложку. То есть не только наши подложки, но и, например, аэропорт Шеремедева на нашем движке показывает внутреннюю схему аэропорта. Опять же, это очень здорово подходит для гостиниц, кинотеатров, торговых центров. Или вот, например, рынок Барабашова, крупнейший в Европе. Сам отрисовал собственную карту, показывает ее с помощью нашего сервиса. Домики – это палатки, метки – это, опять же, дополнительная информация об этих палатках. А вот это абсолютно сногшевательный пример. Это городской портал города Керчь, где ребята отрисовали собственную 3D-карту своего города. Мы совместили ее с нашим движком, и теперь карта абсолютно интерактивная. Она двигается, она зумится. Ей можно поупользоваться точно так же, меточки, и все остальное. Сим-сити. Да, Сим-сити, да. Дорогой, да, красава. Дорогой, да, кажется, рисовали. Ну, долго рисовали, потому что там очень подробная карта. Это вот только один масштаб, там несколько масштабов. Сим-сити. Ну и что еще? Вот я говорила про спутниковые снимки и про то, что их не обязательно использовать для навигации. Вот в данном случае такой сайт, наверное, самый скучный в мире фирмой «Сибирь-регионстрой». Я даже не представляю. Ну, в общем, неожиданно оказался очень классный сайт. Вот это вот, вот эти домики, вот это вот все, это не статичная картинка. Это точно какая-то интерактивная спутниковая карта. И когда двигаешь под ложку сайта, такое ощущение, что вот эти вот работники, они реально парят над городом. Мы с коллегами игрались, развлекались. Я вот не знаю, остался, нет, не остался этот слайд, мы их в космос запускали. Когда сильно отзумливаешься, работники парят над землей, над морями, океанами. Почему я это показываю? Потому что на самом деле возможности есть, их можно использовать по-разному, даже вот так. А вот это совершенно удивительный сайт. Целый сайт целиком сделан на базе нашего движка, на базе «Яндекс.Карт». Вот эти вот картиночки, это метки, к которым все привыкли, просто с собственными иконками, вот такими большими. А вот эта дополнительная информация, которая раскрывается при клике на каждую картиночку, это обычные полуны. Опять же, я это показываю не потому, что так надо делать, а потому, что так можно делать. Если у вас есть какая-то идея, вполне возможно, что ее можно реализовать абсолютно неожиданными инструментами. Ну и на этом слайде я бы старалась как-то резюмировать то, о чем мы говорили, прежде чем перейти, если у меня есть еще три минуты, прежде чем перейти к... Впрочем, поехать дальше, в общем, скажем так. Быстро два слайда про цифры. Здесь, на этом слайде, собственно говоря, указано покрытие, которое у нас есть на данный момент. Мы постоянно растем, постоянно расширяемся, народную карту отрисовывают все новые и новые города. Официальные схемы тоже появляются все новых и новых городов. Ну а карты Турции, США и Европы вы можете найти на доменах.com и .com.tr. Нару вы их пока не найдете, но если вы зайдете на maps.yandex.com или maps.yandex.com.com.tr, там вы найдете эти карты. Опять же, их тоже можно использовать у себя на сайте. Ну и чтобы вам было понятно, что ваши пользователи, оказавшись на вашем сайте, на котором будет установлена эта карта, не растеряются, не испугаются и точно будут знать, что делать. У нас 4,5 миллиона пользователей ежедневно видят нашу карту на сервисах Яндекса. Это фотки, недвижимость, карты сами. И 7,5 миллиона пользователей ежедневно видят эту карту на 135 тысячах сторонних сайтов. Они точно ее видели, они точно знают, как ей пользоваться. А что же делать, если мы не знаем не то, что программирование, если мы даже не знаем, что такое API? Все очень просто. У нас есть инструмент, который называется «Конструктор карт». Я надеюсь, презентация будет выложена, и вы сможете как-то потом переписать эти ссылки, посмотреть. Сделать карту на «Конструкторе карт» не сложнее, чем сделать презентацию в PowerPoint. Вы все делаете сами, а потом просто добавляете строчку кода в свою CMS-ку, либо отдаете ее верстальщику вашего сайта. Там можно выбрать тип карты и так далее. Если бы мы с вами встретились неделю назад, я бы вам сказала, что у «Конструктора» один недостаток. Карту нельзя редактировать. Сегодня я вам этого не скажу, потому что буквально в понедельник мы выпустили новый «Конструктор». В прошлый понедельник. Который можно редактировать. Единственное, прежде чем создать карту, вам нужно авторизоваться на Яндексе. И желательно это сделать все-таки не под личным аккаунтом, а под корпоративным, потому что передавать карты с аккаунта на аккаунт нельзя. Также у нас есть модули для наиболее популярных CMS. Опять же, список постоянно растет. Сейчас это Bittrex, NetCut, Joomla, Drupal и WordPress. И монстры еще, да. Вот такие CMS-ки. Список пополняется постоянно. Ну, и если вам нужно что-то сложное, что-то классное, что-то такое, что чего нельзя сделать простыми инструментами, у нас есть подробная документация. Ее уже нужно будет отдать программисту. Это фронтенд-разработчик. Это нужно знание JavaScript. JavaScript – это, по сути дела, верстка. То есть это недорогая разработка. Это не что-то такое вау. С этим, в принципе, должен, по идее, исправиться любой хороший верстальщик. Это все про карту на вашем сайте. И маленький раздел, буквально три слайда, про то, зачем и как сделать так, чтобы ваша организация попала на Maps Яндекс.Роу. И зачем вообще нужно попадать на Maps Яндекс.Роу. Дело в том, что Яндекс – это не только поиск. Яндекс – это еще и карты. И люди ищут не только в большом поиске. Хотя и в большом поиске 3 миллиона запросов ежедневно связаны так или иначе с организациями. Люди ищут еще и на картах. 730 тысяч человек ежедневно ищут на картах какие-либо организации. Еще плюс 150 тысяч в мобильном ищут организации. Кажется, было бы здорово, если бы вашу организацию тоже могли найти. Более того, когда люди ищут какие-то организации в поиске, им прежде, чем показать выдачу, показывается вот такой вот адресный блок с картой. Опять же, если там будет организация, это здорово. Что делать? Зайти на справа.yangrix.ru, попробовать поискать, нет ли вашей организации уже в базе. Если она есть, то отредактировать ее, если ее нет, то добавить. Там будет много полей, но это не мы такие неюзабельные. Зачем нужны все эти поля? Дело в том, что у каждой организации, которая добавляется в наш справочник, появляется вот такая карточка организации. И чем больше полей вы заполните, тем больше информации о вашей организации будет в этой карточке. Это таким образом вы получаете такое мини-представительство вашей компании в интернете. Еще одно мини-представительство. И если бы здесь не было фотографий, не было какого-то подробного описания, согласитесь, карточка бы выглядела гораздо менее красивой и удобной. Соответственно, мы настоятельно рекомендуем потратить 5-10-15 минут, все заполнить, загрузить фотографии. И не забывать о том, что в этой карточке организации люди могут поставлять отзывы. Зайдите, посмотрите. Может быть, кто-нибудь уже что-нибудь написал. С отзывами тоже нужно работать, но это тема для другого совсем доклада. Три полезные ссылки еще обобщающие. Это сайт IP Яндекс.Ру. Это наш блог. И, собственно, у меня страничка на фейсбучке. Везде можно писать, везде можно задавать вопросы. Везде есть Яндекс.Ру. Меня тоже можно писать. Вот мои контакты. Спасибо большое, что послушали. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. И сразу отвечу на самые главные вопросы, о которых я почему-то не сказала. Все, о чем я говорила, абсолютно бесплатные. Спасибо. Спасибо. Евгений Бузьмин, компания ProLine. Спасибо за доклад. Действительно, Яндекс.Карта является хорошим инструментом. Приятно было видеть примеры, использованные Яндекс.Карты на сайте Яндекс.Космос. Наша разработка. Мы первые попробовали решение. И можно сказать, уверен, что польза популярности очень интересна. Но меня беспокоит такой вопрос. То есть мы как раз работаем в гостиничной тематике. И мы там отмечаем гостиницы на карте, помогаем нашим клиентам всячески. И получается так, что в какой-то момент мы заметили в поиске, допустим, по запросу гостиницы Москвы, строится Яндекс.Карта. На ней отмечается организация. Та же, например, гостиница Космос, которую мы там с удовольствием на карте отметили. Добавили все поля, фотографии, информационный брак. Ну, в общем, постарались максимально полно, наиболее полной информации в проекте заполнить. И потом появилась такая кнопочка «Забронировать». И эта кнопочка «Забронировать» предлагает далее три варианта. То есть уйти на два сайта посредника и на официальный сайт. Мы, честно говоря, этой кнопочкой были очень разочарованы. То есть старается организация, а уходит там, потом в итоге пользуется куда-то на Пукин-Конку, на Островок или еще что-то. Ну, тут у меня два ответа. Во-первых, конечная цель гостиницы Космос все-таки, чтобы у них забронировали номер. Какая разница, напрямую через Островок, нет? Ну, это, да? Окей, я не в гостиничном бизнесе, я не знаю. А, комиссия, я поняла. Вот, еще один вариант. Попробуйте, а вы писали в support? Ну, то есть, смотрите, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что это все-таки немножко не тот сервис, за который я отвечаю. Напишите в support, письма разбираются, и вам, я думаю, ответят, и вы как-то сможете, ну, по крайней мере, повысить приоритет, например, официального сайта. Вот, есть был вопрос. Я хотел спросить вопрос. Вот у нас есть интернет-магазин, например, да, и мы хотим предоставить пользователям возможность выбрать адрес доставки, либо ввести вручную, либо отметить на карте. Это, то есть, чтобы он поставил маркер, и мы смогли вытащить адрес. То есть, он еще IP-то реализуется. Да, да, прямое обратное геокодирование есть. То есть, вы можете либо использовать поисковую строку, куда он сможет вбить. Ну, вот, собственно говоря, сайт, который с каминами я показывала, я не знаю, сейчас быстро это него переставили или нет. Уже сейчас инструмент появился рядом с конструктором карт, там есть геокодирование. Нет, этот инструмент старый, просто геокодирование, оно есть еще и прямо в API. То есть, этот инструмент, вот, ну, вот, смотрите, вот, например, на этой карте, да, вот в данном случае я просто, чтобы сделать скриншот, вот, ну, просто тыкнула в метку какую-то, ну, в какое-то место на карте. Соответственно, у вас система получила уже координаты этого места. И вот здесь, видите, ну, как бы он сразу выдал район, ну, то есть, некую информацию. Просто здесь нет никакого дома, поэтому тут информация только до района. А вы получите информацию до номера дома, если будет нажат в какой-то дом. И вот здесь функция есть, по-моему, что я в базу вытаскиваю. Да, есть примеры, вы зайдите, там есть песочница с примерами. Есть очень много примеров документации. И плюс, собственно говоря, в блоге мы постоянно пишем статьи, где подробные пишем статьи вот об этих частных кейсах. А вот поисковая строка, о которой я говорила, там можно ввести точный адрес. И метка будет поставлена уже на точный адрес. То есть, это запросто, да. Иду к вам. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. То есть, пользовался вашим сервисом для возврата XML с информацией о внести вложения, да? И столкнулся с такой проблемой, потому что, например, город имеет район, а в районе есть микрорайон, да? То есть, получает информацию, я не знаю, в какой районе я нахожусь, не знаю, в конечном микрорайоне. Как бы, думал, есть возможность перейти на народные карты, через XML, но такой возможности нет. Искусственно, когда-то расширяться или нет? Потому что WGIS как бы обращает все-таки достаточно структуру. Я не очень поняла вопрос. Насколько я знаю, этот XML-файл, который вы получаете, у него тоже достаточно подробная детализация по полям. Информация, то есть, я просто часто работаю с агентствами недвижимости и так далее, им надо по адресу, где будет максимум информации, там, ну, для анкеты и так далее. И вот именно эта проблема с микрорайонами там стала у меня достаточно остро. И поэтому вопрос, то есть, как бы, будет ли там расширяться как-то эта информация, или нужно будет получить доступ к народным картам, чтобы получить какие-то информацию по объектам из этого XML, находящегося рядом. Смотрите, зайдите в документацию, ну, если вы пользуетесь сервисом, да, вы знаете, куда идти. Там есть просто поиск по карте, есть поиск по народной карте. Это вот вопрос о народной карте, отдельный раздел документации. Именно при помощи XML, то есть вопрос не визуального, скажем так, кодирования, да, а именно вот уже... Ну, я вот сейчас сходу не могу ответить. Посмотрите, если что, вы знаете про наш клуб разработчиков, нет? Не особо, то есть не могу. Я тут забыла поставить ссылку. Ну, вот из блога есть ссылка на клуб разработчиков. И опять же сайт с главной страницы и ссылка на клуб разработчиков. Напишите туда вопрос. Ребята, которые сами разработчики API, внешние консультанты, в том числе я, мы отвечаем буквально в течение полудня. Вот. Я просто позову в комментарии технического специалиста, который вам поможет, ладно? Потому что я немножко не техна. Но там обязательно помогут. Тут тоже проблема как с определением, что внутри МКАДа находишься, обсуждалась она в клубе. А мы выложили, вот сейчас я скажу, в пятницу я опубликовала пример, расчет расстояния до МКАДа и за МКАД. Ну да, там он был. Деление на сегменты, и в принципе там как раз МКАД выделен в отдельную сущность. Тут нужно вытащить информацию из примера. Коллеги, последний вопрос. Два короткие вопросы. Скорее, показать, сколько времени останется для пользователя ехать до вашего магазина. Это, возможно, делать так просто? Конструкторы или надо делать в елоскрипте? Нет, вот это, к сожалению, просто в конструкторе сделать нельзя. Это нужно делать, это нужно программировать. Потому что мы можем вам выдать информацию в километрах, а уже умножить. Ну, мы выдаем информацию в километрах и во времени. А вот сопоставить это с временем работы вашего магазина, либо со стоимостью доставки, это вам уже нужно, ну, там, элементарные математические действия прописать в ходе. Ага. И вот эта информация, которую вы даете по времени, это тоже включает трафику или нет? Вы выбираете сами. То есть, да, если вы включаете трафик, функцию, если вы ее включаете, у вас будет считаться с трафиком, если не включаете, то без трафика. Можете отдать эту возможность наутку вашим пользователям. То есть, у вас будет кнопка с пробками, без пробок маршрут. Они могут сами, например, выбирать. Хорошо. Второй вопрос. Вот эти отзывы, которые могут стать у вас, можно автоматически получить сообщение, когда они стали, или надо время от времени туда ехать и смотреть? Смотрите, на этот вопрос мне тоже сложно ответить, потому что справочник не мой сервис, я все-таки про API одно. Я точно знаю, что вы можете подтвердить владение организацией. Ну, то есть, подтвердить, что вы являетесь ее владельцем. Возможно, в этом случае вы сможете подписаться на отзывы. Просто зайдите в справочник, посмотрите, если что, в суппорт напишите, либо напишите мне, я коллегам задам ваши вопросы в справочниках. Спасибо, Катя.